Здравствуйте, Евгений. Прежде всего, мне осталось сказать, что вы очень умный и красивый. Рубрика комплиментов? Жень. И у меня такой немного банальный, немного странный вопрос. Скажите, пожалуйста, какое фильм, какое произведение вызывало у вас самую большую бурю эмоций? И неважно, если вам это понравилось, не понравилось. Вот, когда вы прям чувствуете, что прям вообще эмоционально стущены после просмотра. Ну, наверное, ну это я в детстве эти фильмы смотрел. Зеленые мили, Побег Шоушенко, оно все эмоционально истощает. Зеленые мили я до сих пор не пересматриваю, потому что это убийство. Убийство настроения. Невозможно, если Побег Шоушенко оставляет после себя положительное впечатление. Все, все тяжело, тяжело, потом выдох. Но Зеленые мили, по-моему, травму на всю жизнь, вот как мне оставило последний просмотр. Я больше не возвращаюсь, потому что мне прям больно смотреть, его убивают. Он, он, вы, наверное, все смотрели. Вот, он за персонажа очень обидно, за несправедливость обидно. И вот эти эмоции не остаются. Поэтому, к черту, надо избегать эти. Один раз получил, вот больше не пересматриваю. Наверное, Зеленые мили. Потому что обидно, обидно, прям ужасно. Жень, привет. Скажи, пожалуйста, на втором обзоре Газгольдера будет ли новый кит от Андрюхи М16? И какова история создания? Ну, история создания все, все, все отечественные, большинство отечественных рэперов, наверное, создали этот образ, а не я. Вот этот вот парень, который четкий читает текста. Ну, еще есть гоповской, так называемый, шансон, шансон рэп. Если кто углублялся в дебри бреда, то вот оно там где-то. Это шансон рэп, там вот это вот и есть. Все вот, поют четкие пацаны про жизнь. И вот оттуда образ-то и как-то сформировался. Я надеюсь, они выпустят Газгольдер, они сейчас снимают его, вроде говорят. Деньги собирают или еще что-то. Нет, деньги не собирают, просто снимают. Ну, мы надеемся на пасту всем селом. Я надеюсь, что выпустят, посмотрим, рапанем. Здравствуй, Евгений. Спасибо тебе большое за твое творчество и за смелость. У меня вот такой вопрос. Представь, ты едешь в метро и встречаешь Мистера Вселенную. Вот, как думаешь, что произойдет? Мистера Вселенная на метро не ездит. Как бы, во-первых, он метро тянет на себе. Он как атлант, который держит небеса. Он тянет бицепсом, метро. Вся сеть Петров, кстати, работает на одном его бицепсе. Второй он все-таки небо держит. Поэтому я не знаю, я не представляю, как ситуацию, когда я встречал... Я встречал Сарик Андреасян. Это забавная история была, потому что никаких перепалок, ничего не было. Просто человек смотрел на меня, я на него и говорил, какой фильм ужасен другому человеку. Его фильм ужасен. Ну, я просто вышел из комнаты. Все. То есть, и я думаю, с Евским то же самое примерно. Грубо говоря, в жизни оно не так. В жизни обычно люди не будут конфликтовать настолько. То есть, ну, увидел и увидел. Я занимаюсь, я снимаюсь в хреновых фильмах, продюсирую. Ты их критикуешь. Я не думаю, что в жизни на меня адвокатов натравят наш комментарий, который он про адвокатов писал. Но в жизни не будет такого. Есть принципиальные, наверное, кто ненавистью обладает. У меня предчувствует, что это Михаил Голусян. Не знаю. Не знаю, что будет при жизни, если встреча с ним. Вот если после жизни в раю, я посмотрю на него, где он там в воду горит. Нет, шучу. Не знаю. Не знаю. Я думаю, что ничего не будет. Просто... Вот такое что-то было. Восхищено. Но там не сказать, что локации были. Там весь штат просто восхитительный. До сих пор людей грабят. Какой же ты лавушка в реальной стилизации. Да, прости. У меня к тебе вопрос. Тебе приходилось действительно посещать психотерапевта после каких-либо очень-очень-очень плохих фильмов? Ну, как Горь на два, например. Да нет, я же алкоголь пью. У меня нормально. Я старыми русскими методами лечка, в фильмах горько, только дома, в одиночестве. Жень, привет. Скажи, пожалуйста, веришь в эту судьбу? То есть, есть ли у нас уже готовые сценарии? Придется писать. И какова роль случая в своей жизни? Я не знаю, я упишу сценарии. Я не знаю, кто не пишет. Нет, я не верю в судьбу и роль случая. Весь Bad Trip состоит из случая. Но, опять же, это странные совпадения. Включая то, что нам, например, машину, по идее, не должны были дать. Мы подсунули документ на русском, там было написано. И мы сказали, что это страховка. На самом деле, это не было страховкой. Я думал, что это страховка, там было написано ОСАГО. Я думал, что это страховка. Оказалось, что это была страховка жизни, а не машины. И на человека выписали кое-как незаконно документы на машину. Потому что у нее не было денег на оформление машины. Деньги на моей карте были. И поэтому... А там нельзя оформлять машину, если деньги не на карте владельца машины, грубо говоря. И весь Bad Trip так. Непонятно, как мы оказались в этот момент. Непонятно, как мы пролезли туда. Непонятно, почему нас не повесили. Это постоянно всплывало. Весь Bad Trip состоит из этого случая. Но это, опять же, странные совпадения, которые были очень удачны для нас. Привет, Жень. Хотел спросить, какой из заграничных и какой из русских фильмов ты ждешь в ближайшее время? Вот это странно. Я, опять же, не жду. Я Мад Макса не ждал, хотя до сих пор в восторге. Ничего не жду. Что-то выходит, и я безумно радуюсь, потому что понравилось. И вот как-то так и живу. Не трейлеры в последнее время даже перестал смотреть, что печально. Потому что трейлеры иногда просто восхитительные бывают. А фильмы говно. Вот. Но, тем не менее. Ничего не жду. Просто вот плыву по течению, что-то выходит, смотрю, мне оно нравится, и я радуюсь. Как-то вот перестал... Еще трейлеры просто разрушают восприятие. Иногда вот они настолько обманчивы, как Suicide Squad. Абсолютно лживый трейлер. Он разрушает восприятие, и это печально. Nice Guys. Я не видел трейлер. Я посмотрел фильм, не ожидая ничего. Это просто восхитительный фильм для меня. Потому что я не смотрел трейлер, возможно. А возможно, и нет. Вот, то есть, к черту трейлер. Перестал смотреть. Я и больше, но не смотрю. Жень, привет. И опять потерял. Да, привет. Похотя бы сказать, что я безумно твое творчество. Уважаю огромное тебе спасибо просто. Но, мне такой вопрос. Вот скажи, после вот такой трипа, нет желания у тебя такого в Америку перебраться? Меня, вот я три месяца этим летом там прожил, и у меня было жуткое желание женщин в страну. Меня очень, я прям бесило все до последнего, до последней минуты. Пока я самолет не улетел, я не выдохнул просто, потому что я очень хотел домой. Меня вот эти три месяца... То есть, по-три был классный, мы путешествовали там, но и ты не живешь этой жизнью, ты не живешь в одной квартире, не работаешь, ты просто путешествуешь. Путешествие всегда классно, это интересно. Когда ты живешь три месяца в одной квартире, делаешь определенные вещи, то есть, встал, поработал, сходил в магазин, там еще что-то сделал, еще на почту сходил, все одно и то же делаешь, ты живешь жизнью обычного человека, воспринимается Америка совсем по-другому. И вот эти три месяца были ужасными, я все эти три месяца ненавижу, кроме, наверное, отпуска, когда я отдыхал, там было две недели отдыха, великолепные. А вот именно рабочее состояние было отвратительным. Я просто ненавидел все, и когда я в Россию приземлился, я просто безумно радовался. И до сих пор бы настолько радовался, если бы не заболел воспалением, оно так подубило меня, но это просто... Я каждый день ходил, господи, я дома! И этого ты, потому что три месяца прожил именно в Америке как обычный житель, а не как турист. Как туристам классно, везде, наверное, классно. Привет! Собственно, я начну, наверное, с самого этого. Я не знаю, можно или нет. Мне бы очень хотелось, чтобы подписали телефон мне, что у меня он был защищен от плохого кино, потому что у меня прям реально... у меня аллергия на все это, и вот. И, собственно, мой вопрос... Сейчас я пока телефон достану, пока ты ответишь. Какой для тебя вот обзор был самым сложным по съемке? Именно вот по монтажу там, возможно, по каким-то сценам, вот что сложно было снимать? Ну, самое сложное, это как раз разборка в Маниле, потому что она самая сложная по всему вообще, и по съемке, и по сценарию, и по постановке, все, ад. Там много людей задействовано, все тяжело было. И монтировать его тоже невероятно тяжело было, потому что персонажей много, локаций много, много, в общем, вкраплений. Ну, и сложным был самый лучший день, потому что там просто три персонажа в одном кадре, и они еще диалоги у каждого через восьмерку, у каждого восьмерка, естественно, с определенного плеча должна быть, чтобы не было пересечений горизонта. И вот это все сложно, это надо думать, запоминать, расписывать, и это сложно было, и монтировать, и все делать. Сейчас, я чувствую, сейчас все начнут это делать, это превратится в подписывание телефонов. Нет, давай, один единственный раз. А почему именно телефон? Может быть, ты на этом телефоне и смотришь плохое кино? Окей. Вот. Подписал, значит, понтажешь. Классические эти шутки. Привет, Женя. Да, привет. Скажи, вот ты сейчас пришел, не узнаете, что... Микрофон близко, и чтобы... Я узнал о тебе чуть больше, и сейчас у тебя в десять раз сильнее, это просто вот, молодец. Спасибо, Саша. Да, учитель уже. Можно, пожалуйста, руку пожать? Классическая у нас сейчас, ты меня сейчас выкинешь туда, вы там меня толпой поднимите на руках, вы будете подкидывать. Но один телефон, отмойку пожать и все. Может быть, чуть попозже, когда уже Женя спустится, просто это сейчас, во-первых, невозможно, во-вторых...